На Кормиловской трассе для мотокросса вновь шумно. Участники пятого этапа открытого чемпионата и первенства Омской области накручивают ручку газа в погоне за рейтинговыми очками турниров. Первыми пыль подняли самые юные мотокроссмены. На их железных конях двигатель тоже что надо, несмотря на размеры. 50 кубических сантиметров и этого достаточно, чтобы оторваться от соперников. Прямые, повороты, взлеты и падения. Трасса сложная, но это и добавляет спортивного куража спортсменам. Конечно, грязь в самом начале хорошая была вообще. Лужи, там грязь. Еще нефет, он часто падает. Он часто там взломает себе чего-то. Ну а вид спорта вообще интересный. Чем интересен? Почему ты стал им заниматься? Потому что мне нравятся мотоциклы и вообще гонки нравятся. Нравятся они и тем, кто постарше. Однажды сев на спортивный мотоцикл, сойти с него надолго получается не у многих. От того и на трассе сплошь и рядом возрастные гонщики. Выросли они из мальчишек, гоняющих на мотоциклах самой простой модификации. Изменились и их железные кони. Движки мощные, финты на трассе все зрелищнее и зрелищнее. Уходя лидером на дистанцию, сложно удержать позицию. У некоторых получается. А многие в погоне за удачей ошибаются, падают, а свято место фаворита, как известно, пусто не бывает. Есть такое мнение у спортсменов, что многое зависит от стартовой позиции. Чтобы фальшстарта не было, существует стартовая машина для этой цели. И по номерам гонщик, допустим, какой он по жеребевке пришел, выставляет, выбирает себе место. То есть они сами выбирают место? Да, сами. А вот я так поняла, что в центре самое такое, ну, фавориты занимаются. Кто как умеет стартовать, кто как. Зависит от умения. Ну, то есть середина – это не всегда выигрышно. Нет. Можно и с краю хорошо уехать, можно и с середины плохо уехать. А машина вот эта стартовая, она механическая? Кто ее опускает? Как она вообще действует? Я ее отпускаю. Судья мне дает отмашку. Пять секунд, и я дергаю рычаг, машина падает. Все в ваших руках? Да. Все популярнее и популярнее становится мотокросс в области. А наличие вот таких специализированных трасс очень этому способствует. Одна из лучших и в России у нас, и в Омской области сюда приезжают ребята из Светловска, из Казахстана, те, кто участвуют. Но мы традиционно проводим здесь два этапа. Сейчас вот четвертый этап и в октябре завершающий. Огромное количество спортсменов, но этот вид спорта не оставляет никого неравнодушным. Это мотокросс, зрелищный вид спорт. Сейчас вот у нас мотоцикл из коляска, где экипажи приезжают из других регионов, выступают. Ну и стараемся поддерживать трассу. Огромное спасибо администрации, которая содержит эту трассу. Тут есть фанаты, ребята, которые готовят ее. Ну и, конечно же, мы стараемся привлекать других иногородних спортсменов, чтобы уровень мастерства и наших спортсменов, и иногородних роз. Это пятый этап чемпионата и первенства региона по мотокроссу. До этого дня спортсмены встречались уже четырежды. Первый этап прошел в начале февраля в Аконечниково. Второй в Омске. Третий в рамках областного спортивно-культурного праздника «Севера» у Стешим-2014. А четвертый в Калачинске. Какое место займет сегодня каждый спортсмен, конечно же, важно. Но этапов всего будет 10. И только тому, кто пройдет каждый из них, улыбнется удача в финале.